добрый вечер мы из украины попробую подвести сегодня небольшие итоги что происходило смотрите линию фронта отодвинули по всем данным разведки по всем данным перехвата они копались сидят в окопах ничего не хотят делать не понимают где они не понимают кто по ним стреляет и что им делать принципе не понимают побросали их командиры отстреливаются сидят в любую сторону кто бы не подходил сидят в домах сидят в окопах в подвалах и так далее оккупанты со стороны херсона там перемещаются за херсон и строить себе тоже новую линию обороны вот мы выполняем задачи поставленные там перед нами что это означает это означает что ближайшее будущее николаев должен быть тыловым городом принципе нет смысла там никакого военного что-то делать с николаем если то есть войска выдвигаются вперед да там и ведут боя не в николаеве вариантов пока на николаев напасть не чтобы они там не маневрировали кораблями там не выдумывали то есть мы их тоже тактику подняли все это фуфло который они там пытаются рассказывать четко видно по командам которые приходят к командирам говорят на делайте что хотите стойте круговая оборона стойки там до 24 числа 24 числа в этом наверное там орки наверное там и врастут в землю потихонечку но что это еще значит и участились случае но не участились два было случая не буду их там детально расписывать когда наши герои идут в атаку нападают есть безусловно потери это сложная история не бывает войны без потерь но не отвоевывает нашей территории возвращают в тулу остается обеспечение и вот сейчас мы наводим порядок с администрацией раньше был хаос то есть война все стреляет эти все быстро с рук с колес там по звонку мы переходим опять на документы оборот мы переходим в нормальный режим работы те кто в тулу называемые тыловые крысы позволяет себе там что-то своровать там например на предприятии которые нам помогают в него попала бомба они взяли забежали там кто-то что-то забрал плохо мы найдем например едет машина с гуманитаркой и какой-то блокпост который не наш вот это вот этом установили перепроверили опустили да но две коробки забрали тоже непорядочек тоже найдем про пьяных я вообще молчу сколько у меня машин здесь стоит уже порядок мы сейчас наведем сейчас усилены будут меры по безопасности горожан бизнеса то есть мы заботимся сейчас я бизнесе и не позволяем ничего вывозить чужого вскрывать перевозить тем более налогов сейчас практически нет по реформе не мы это все будем делаем сейчас ставить на правильный путь но при этом мы находимся в военном времени при малейшем сопротивлении военные и в принципе частные могут там всяких подонков и расстрелять вопрос в чем сейчас повышенная ответственность уголовная за преступления мародерства да то есть сейчас нет смысла ходить в тыл к нашим военным что-то там делать помогать потому что это тыл военные вас могут застрелить могут принять дрг там и тогда не советую никому там лазить где-то где не попал где попало то есть это все плохо кончится учитывая что суды сейчас не работают реестра там и так далее придется в подвале сидеть долго и ждать пока кто-то за вами приедет за плохими ребятами чтобы вас отвезти куда-нибудь там на в Винницу в Одессу и там вас посадят в тюрьму там на 7-17 лет пожалуйста месяц чуть освободилось времени у нас дополнительно есть военные которые думают о военном деле там сутками это у меня появилось время для того чтобы разбираться с хозяйства области я эти буду заниматься и сейчас я добираю другие отдаленных в итоге которые там тоже заметь чем чтоб попало занимались сейчас до всех у меня дойдут ручки и все будут на карандашики